Всем привет! Спойлеры, спойлеры, очередные спойлеры 8 сезона у нас будут. Вам ведь интересно знать, чем все закончится? Уверен, что интересно. Может вы даже думаете, что уже это знаете? А вот и нет. Ведь совсем недавно стали известны очередные подробности, связанные в первую очередь с Королевской Гаванью и ее дальнейшей судьбой в сериале. И эти новости отличаются от всего того, что мы слышали ранее и чего ожидали. Так что, возможно, мне сегодня удастся удивить даже скептиков. В общем, давайте уже начинать. Итак, опять Королевская Гавань, а значит опять декорации, которые команда сериала вот уже 5 месяцев, думайте, столько в это, строит на стоянке возле Титаник Студиос. Я знаю, что кому-то они, я имею ввиду декорации, уже набили оскомину и все-таки сегодня мы ну не сможем обойти их стороной. Так вот, как сообщает североирландская пресса и в частности издание Belfast Telegram, со ссылкой на свои личные источники, грандиозное строительство наконец можно считать законченным. Длилось оно почти полгода и обошлось компанией HBO в около 1 миллиона фунтов, что является эквивалентом 1 миллиону и почти 400 тысячам американских долларов. За такие деньжища можно и многоэтажный дом возвести, но сейчас речь не об этом. Дело в том, что еще ранее наблюдатели замечали, насколько добротно и, что там говорить, крепко команда Игры Престолов строит свои новые декорации. Вместо деревянных балок в строительстве использовали железные швейлеры и так далее, то есть вся конструкция в результате должна была получиться чрезвычайно прочной. Что, кстати, не очень-то вязалось с основной линией, поддержанной всеми и мной в том числе, что декорации эти строят, дабы позже с размахом очень зрелищно и красиво уничтожить. И именно для пущей правдоподобности все сооружение пришлось отстраивать вручную. Исходя из этого, вывод напрашивался сам собою. В конечном итоге столица падет в восьмом сезоне. Город частично или может полностью будет уничтожен, ну и все в этом духе. А вот теперь самое интересное. Как сообщает все тот же Belfast Telegram, а теперь внимание, руководство HBO и шоураннеры Игры Престолов не намерены разрушать данное строение в ходе съемок восьмого сезона. Вместо этого компания планирует в дальнейшем использовать данные декорации как в качестве туристической достопримечательности, так и для последующих кинопроектов. Причем тут особого внимания заслуживает слово кинопроекты. Это не моя оговорка или опечатка, именно это хотели сказать авторы данного заявления. Вот новость так новость, ведь несмотря на свою на первый взгляд неприглядность, она в корне меняет как наши с вами представления о концовке сериала, так и о том, что будет происходить уже после. То, что HBO не намерены бросать такую прибыльную и мега популярную франшизу, это уже не новость, и информация о работе над спин-оффами Игры Престолов широко разошлась среди зрителей сериала. Но вот, чтобы замахнуться на отдельный фильм о таком, мы пока что ничего не слышали. Правда, есть тут и еще один вариант. Не исключено, что данные декорации просто могут сдаваться в аренду для сторонних проектов. Такая практика в киноиндустрии уже имеется, и все-таки интрига здесь остается. Но в данное время, само собой, нас с вами больше всего интересует будущее самой вселенной льда и пламени, и само собой развязка сериала. И тут данная новость просто в хлам ломает все стереотипы. Да, мы видели пролом в крепостной стене, что говорит о том, что Королевская Гавань все-таки будет подвержена нападению, но вот его исход. Я лично был уверен, что в результате город будет чуть ли не уничтожен дотла, причем либо вследствие действий его захватчиков, кем бы они ни были, ну или сама Серсея в порыве отчаяния и злобы сделает то, что не удалось довести до конца ее отцу, то есть уничтожит свою столицу при помощи дикого огня. А этого добра, как мы знаем, под городом еще предостаточно. Тогда же я ожидал каких-нибудь мега крутых кадров с разрушением улиц города, что все это снимут в реальных декорациях, с очень крутыми спецэффектами, короче, все будет очень зрелищно и реалистично, для чего и понадобилась такая грандиозная стройка. А вот теперь получается, что все мы, ну или не все, но большинство из нас ошиблась. Что вы можете сказать на данный счет? Есть версии, как развернуться события в Королевской Гавани с учетом последней информации и чем все закончится? Если да, пишите комментарии, будет интересно почитать. За себя же лично скажу, что я чем дальше, тем больше начинаю убеждаться, что Серсея, скорее всего, выстоит во всех передрягах, если не сказать победит. Это перед началом седьмого сезона мы списывали ее со счетов, наивно полагая, что уж с таким гигантским перевесом Дейенерис точно сотрет своего врага в порошок и ловить безумной королеве будет просто нечего. Теперь же лично мое мнение поменялось. То мы видим фото, где в Королевскую Гавань опять заявляется Джон, причем без своей белокурой тетушки, и они о чем-то вновь беседуют с Серсеей. А вот теперь информация о том, что и сама Королевская Гавань не будет разрушена, в отличие от Винтерфелла, а значит, возможно, даже выстоит. Хотя и у данной новости нашли свои критики, скептически отнесшиеся к вероятности того, что данные декорации сумеют долго прожить в суровом северном климате. Что тут скажешь, так-то оно так, и тем не менее декорации Винтерфелла жили от сезона к сезону всего при небольшом ремонте раз в год, так что все может быть. Да и по поводу туристической привлекательности это тоже не пустые слова, ведь у Игры Престолов, особенно в последние годы, собралась просто огромная армия фанатов. И, скажем, Хорватия, и в частности Дубровник, где каждый год тоже проходят съемки, очень недурно этим пользуется. Но мы отвлеклись. Итак, Королевская Гава не будет разрушена, соответственно, и Серсея теперь с куда большей долей вероятности может остаться в живых и даже, возможно, победить. Но если так, мы с вами вновь приходим к неутешительному выводу, касаемо судьбы Дейенерис, ведь лично я слабо себе представляю, как эти две королевы смогут ужиться в одном королевстве, пусть их даже и семь по названию. А значит, если одна будет жить, значит, скорее всего, другая умрет. Хотя, возможно, и нет, давайте сейчас немного пофантазируем насчет того, чем все может закончиться, учитывая самую свежую информацию. Итак, вариант номер один, при котором Серсея выживет, а Матерь Драконов погибнет, я уже озвучил. Но ведь это не единственный вариант. Например, есть достаточно распространенная теория касаемо того, как Дейенерис и Серсея смогут, так скажем, разойтись краями и поделить власть. В чем ее суть? А суть в том, что ребенок, который родится у Джона и его тетушки, а велик шанс, что так и произойдет, иначе зачем было показывать еще один, пускай невольно инцест в этом сериале. Так вот, что ребенок этот будет отдан на воспитание Серсеи, взамен на то, что в будущем он или же она станет наследником или наследницей Семи Королевств, так скажем, вернув статус-кво. Такая практика, я имею в виду передачи детей на воспитание, достаточно популярна в Астерозе. Вспомнить хотя бы того же Теона Грейджоя, который в качестве такого себе полувоспитанника, полузаложника, был взят Недом у его настоящего отца Байлона Грейджоя. Да и сам Нед воспитывался Джоном Марреном, считая его своим вторым отцом. Так что тут ничего странного и нет. Тем более, что все трое детей Серсея уже умерли, больше и Мэгги-лягушка не напророчила, то есть передать свою власть Безумной Королеве в целом некому. Да, мы с вами помним и знаем, что она вновь ждет ребенка от своего братишки, о чем стало известно еще в прошлом сезоне. Но вот что-то мне подсказывает, что с этим ребенком не будет все гладко. Тем более, что еще в прошлом слитом сценарий, который подтвердился, была сцена с выкидышем Серсея. Вероятно, ее просто перенесли на следующий сезон, дабы потянуть подольше интригу. Далее, еще вполне возможный и достаточно обсуждаемый вариант, что после всех войн и Междуусобиц, Семь Королевств и вовсе распадутся до своего прежнего состояния, я имею в виду еще до завоевания. Железный Трон, по сути, будет упразднен, как упразднена и Верховная Королевская Власть. Правда, и Серсея, и Дейенерис на такое вряд ли пошли бы, но это при обычных обстоятельствах. Нам же не стоит забывать еще и о навале Белых Ходоков и главной Великой Войне, а это может все изменить. Ну и еще вариант. Как знать, то, что Королевская Гавань не будет разрушена, еще в принципе не означает, что сама Серсея выживет. Да, понятно, что она протянет долго, в этом нет уже никаких сомнений, но все-таки вариант, что Матерь Дракона все же победит, а Королева Мать отправится к Семерым, где-нибудь ближе к финалу сериала, тоже не нужно списывать со счетов. Короче, вы поняли, сейчас версий достаточно много, вы, кстати, можете тоже написать, какая из них ближе лично вам, или даже выдвинуть какую-нибудь свою. Я же, наверное, буду подводить итоги. Итак, главное, что мы сегодня узнали, это то, что столица Семи Королевств выстоит и не будет разрушена, вопреки всем ожиданиям, это раз. И второе, но тоже не менее важное. Оказывается, еще есть и вероятность того, что мы в будущем увидим не только спин-офф сериалы, но и целый полнометражный фильм, основанный на вселенной, песне, льда и огня. Это ли не отличная новость? Ну и совсем напоследок. Лично я однажды очень хотел бы попасть в Белфаст и своими глазами увидеть строения, о которых мы уже так много говорили. Если слова о новом туристическом маршруте для поклонников Игры Престолов подтвердятся, то это станет вполне реальным, ну, при определенных финансовых вложениях, само собой. И, кстати, всем, кто солидарен со мной в таком порыве, я тоже искренне желаю когда-нибудь посетить Северную Ирландию, и, в частности, Белфаст. Как знать, может, когда-нибудь вообще рванем туда вместе, так сказать, группой любителей Игры Престолов. По-моему, неплохая идея. Ладно, помечтали и хватит, пора нам с вами прощаться. Спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Если вы что-то новое для себя узнали или просто вам было интересно, поддержите его лайком и подпишитесь на наш канал, кто еще не подписан. Скоро мы с вами увидимся вновь, а пока что всем пока!